В работе Международного форума «Преступление, наказание и исправление» приняли участие свыше 50 иностранных представителей из 16 государств. Руководство всех структурных подразделений в СИН России, начальники территориальных органов из 9 федеральных округов, руководители научно-исследовательских организаций в СИН России обсуждались новое направление развития уголовно-исполнительной системы, а иностранные гости поделились своим опытом. И каждая пенсиональная система, каждая страна имеет свои особенности. Все-таки это каждая страна имеет свои особенности, поэтому, естественно, система тоже имеет свои особенности. Мы смотрим всегда очень внимательно, изучаем, во-первых, чем заняты осужденные, как у них происходит, так скажем, момент трудовой адаптации. И мы перенимаем опыт, допустим, мы видели, как очень хорошо идет этот момент о Белоруссии. Вот мы, кстати, у белорусов в этом плане тоже опыт перенимаем. За круглым столом обсудили многие вопросы, касающиеся уголовно-исполнительных наказаний. Каждый участник мог высказать свое мнение и задать вопросы иностранным гостям. Как отметил Олег Коршунов, нам есть чем похвалиться. У нас одна из самых, наверное, больших систем в мире. Вы не забывайте, что, в общем-то, у нас огромное количество, ну, значит, у нас огромное количество, во-первых, в том числе и ПТУ, которые дают профессии, более чем 200 профессий мы даем. У нас 315 ПТУ в колониях, которые дают эту профессию. Потом мы все-таки производим более 100 тысяч наименования товара на сумму более 50 миллиардов рублей. Это тоже, в общем-то, большой объем. Помимо того, что участники форума обменивались опытом, на конференции поднимались и вопросы о том, как повысить эффективность деятельности пентенциарных служб. Также Олег Коршунов прокомментировал инцидент на Кубани, где сотрудники воспитательной колонии забили подростка заключенного до смерти. Для выяснения всех обстоятельств этого происшествия на Кубань направлена группа центрального аппарата и туда вылетел директор ВСИН России Геннадий Корниенко. Мы сейчас полностью все проверяем, полностью проверяем, как это было, что это было. На сегодняшний момент уже возбуждено два уголовных дела по трем статьям. И поверьте мне, у нас директор к таким вещам относится очень жестко. И, естественно, последуют очень серьезные наказания за такие вещи. Такие вещи нельзя прощать. Форум преступления, наказания и исправления прошел в течение двух дней. Была организована и выставка продукции, произведенной во ВСИН России.